Мышь, у неё, видимо, тоже была истерика, она начала биться от двери и пищать. Тот июльский вечер хозяйка квартиры на социалистической запомнит надолго. Вернувшись с работы, женщина услышала странный шорох под навесным потолком в уборной. Сперва не придала этому значения. Ближе уже к ночи, собиралась ложиться спать, и вдруг я обратила внимание на свою кошку. Её, видимо, привлекли какие-то непонятные тоже звуки в туалете. Когда я заглянула в туалет, то я увидела на полу лежащую летучую мышь. Естественно, от испуга я сразу закрыла дверь, выключила свет. После паники Людмила Дюкова взяла себя в руки и позвонила знакомым. Те посоветовали обратиться в МЧС. Так и сделала. К моменту приезда подмоги мышь была уже обессилена, лежала на полу, расправив крылья. Спасатели накрыли зверька влажной тряпкой и аккуратно вынесли во двор. От нас недалеко находится Вавруйская крепость развалины. И они, видимо, там ютятся и плодятся. У летучих мышей нет цели проникнуть в квартиру. Чаще всего это происходит случайно. Когда зверьки охотятся с насекомыми, они могут залететь за ними в форточку или вентиляцию. Эти маленькие бэтмены, которые обитают в наших широтах, уверяют врачи, не опасны. Будьте осторожны, вампиры на подходе. Такие заголовки всё чаще встречаются в российских региональных СМИ. В Челябинской области завидной регулярностью замечают этих млекопитающих в жилых районах. Нашествие крылатых наблюдают на Урале, в Новосибирске, Кастанае, Питере и Самаре. Один из пользователей Твиттера опубликовал фото зверька ростом с человека. Это животное обнаружили на Филиппинах. Пользователи считают, что на фото так называемая летучая лисица с золотой короной. Этот вид относится к самым крупным в мире. Размах крыльев может достигать почти двух метров. Если существо попало в дом, эксперты советуют распахнуть окно и подождать, пока оно покинет жилище. Необходимо дать возможность незваной гости самостоятельно покинуть ваш дом, открыв окна или дверь. Если в помещении имеются домашние животные, которые могут попытаться поймать летучую мышь, необходимо их вывести. Ни в коем случае нельзя пытаться поймать в воздухе летучую мышь, потому что этим только мы навредим зверьку. Можно накрыть зверька коробкой, просунуть картонку, вынести на улицу и отпустить на волю. Зимой этих млекопитающих лучше передавать специалистам или приютить до весны. В противном случае они погибнут от холода.